Всем привет! Ты готов получить массу заряда и позитива на весь день? Если да, то усаживайся поудобнее и смотри наши новости. В эфире Универ Ньюс, а в студии Анна Глазунова. Итак, сегодня ты узнаешь. Камера «Мотор» в Казанском университете начались съемки фильма о жизни Николая Лобачевского. Кто выживет, когда погаснет солнце? Разбираемся вместе с учеными Казанского федерального. Шутим и смеемся. Артисты телешоу «Импровизация» пообщались со студентами Казанского университета. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с участниками фестиваля «День первокурсника-2017». Лучшие из них были награждены дипломами. Подробнее в сюжете Артема Тубичкина. Фестиваль «День первокурсника-2017» подошел к завершению. Закрывающим мероприятием стала встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с участниками фестиваля. В этом прекрасном зале для нашей встречи, которые являются ежегодными с разным контингентом наших студентов, это нужно и, я думаю, и вам, поскольку и вы, и мы должны в сфере часы посмотреть, как мы движемся, вообще мы в правильном направлении идем или нет, все, что мы делаем, удовлетворяет вас или нет, ибо университет — это прежде всего его преподаватели и студенты. Ректор посвятил первокурсников в жизнь КФУ и рассказал о его достоинствах и перспективных направлениях деятельности. Тема развития Казанского федерального университета и стала основной в выступлении. После выступления ректор ответил на вопросы участников фестиваля. Такое общение и взаимодействие со студентами необходимо первокурсникам, для которых начинается новый этап в жизни. Когда смотришь эти зарисовки, такое ощущение, что ты участвуешь в профессиональной работе уже людей, состоявшихся, а не студентов. Настолько уровень сегодня того, что мы делаем, высок и что поражает. В конце встречи прошло торжественное награждение лучших участников фестиваля дипломами и статуэтками с символикой Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Владислав Нехневский, Универньюз. Познакомиться с жизнью Николая Лобачевского, узнать интересный факт из его биографии, а также понять, что такое неевклидовая геометрия, можно будет уже совсем скоро. В Казанском федеральном университете начались съемки фильма о русском математике Николая Лобачевского. Наша съемочная группа пообщалась с режиссером фильма. Смотрим. Режиссер из Берлина Екатерина Еременко специально приехала в Казань, чтобы снять фильм о Николае Лобачевском русском математике, создателе неевклидовой геометрии. Предложение снять фильм поступило по заказу Казанского федерального университета. Символично, что именно 2017 год в Казанском университете объявлен годом Лобачевского. Съемки фильма на базе Казанского университета продлятся до 2 ноября. Это делается такие типичные, стандартные, исторические фильмы, где камера медленно нажает на портрет, за кодровый голос что-то рассказывает. Мне неинтересно. Я пытаюсь все время искать какие-то новые форматы. Фильм будет разделен на две части. Выход первый планируется к 1 декабря, в день 225-летия Николая Лобачевского. Это будет не самостоятельный фильм, а 7-минутный трейлер, состоящий из трех этапов. Первый снимался в Гетингене. В этой части будет рассказывать об отношениях Лобачевского с немецким математиком Карлом Гауссом. Гаусс считался очень признанным математиком, королем математиков. У него был плохой характер. Он очень редко кого хвалил, очень редко кого поддерживал. Когда он умер, опубликовали его переписку с разными математиками, в том числе опубликовали невероятно высокие оценки Лобачевского. После этого возник огромный интерес к тому, что он сделал, и пришла слава. Вторая часть снималась в Берлине, а третьим этапом съемок стал город Казань. То, с чего мы начали в Казани, рассказывать про деятельность Лобачевского как ректора. И за эту часть фильма отвечает ректор Казанского университета, господин Кафор. У нас есть возможность проследить за его текущими делами. И одновременно он нам рассказывает какие-то эпизоды, которые привлекаются к жизни Лобачевского. Основная часть – это часовой документальный фильм, запланирован выйти к концу 2019 года. Мы пытаемся в нашем фильме, это очень амбициозная задача, чтобы люди не только узнали дату жизни Лобачевского и его истории, но еще попытались понять немножко, что он сделал, что такое невклидовая геометрия. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Что будет, если солнце погаснет? Многие люди не могут даже представить себе подобную ситуацию. Тем не менее, поставленная проблема не так безумна, какой кажется на первый взгляд. Размышляя над этим вопросом, корреспондент Адель Шамилова посетила один из старейших музеев Казанского федерального университета. И вот, что ей удалось выяснить. Звезде по имени Солнце осталось светить приблизительно миллиард лет, так предполагают ученые. Но даже если уже завтра небесное светило перестанет греть, среди обитателей нашей планеты найдутся те, кто продолжит жить после нас. Речь идет о животных из семейства поганофоров. Эти загадочные существа смогут запросто обойтись без живительной энергии солнечных лучей. Но какой же источник энергии они отыскали вместо незаменимого Солнца? И где хранится этот ядерный реактор жизни? Попробуем разобраться. Вообще, да, это очень интересные животные беспозвоночные. Они червеобразные. У нас в музее как раз есть экземпляры. Так вот, поганофоры, они живут за счет симбиотических бактерий, которые обитают у них в специальном межщупальцевом пространстве. Основой жизни на Земле является фотосинтез, создавая непрерывную цепочку жизни. А вот поганофоры могут обходиться без него. Фотосинтез они заменили на хемосинтез, питание с сероводородом. Это одни из немногих организмов на Земле, не зависящих от энергии солнечного света. Обитают поганофоры вблизи геотермальных излияний в морях. Что такое геотермальное излияние? Это там, в морях, под водой, где со дна бьют горячие источники, которые, в общем-то, всегда богаты сероводородом. Взглянуть на животное, которое гарантированно переживет всех, можно в экспозициях Зоологического музея КФУ. Не менее загадочных существ здесь очень много. Обсуждая дальнейшую судьбу нашей планеты, мы наткнулись на еще один не менее интересный экспонат. Под стеклом витрины наш взгляд пал на коллекцию губок. Эти животные лишены органов, чувств, глаз. Они не могут передвигаться и всю жизнь проводят прикрепленными к отну. Казалось бы, что тут интересного? Но взглянув на одну из них, создается впечатление, что губка создана из тончайшего хрусталя. Она известна как картинка Венеры. В полости почти каждой губки живет пара рачков с весьма любопытными взаимоотношениями. Но, соответственно, вот эти две особи, они там же размножаются. Ну и поскольку они в заперти, они верные друг другу на всю жизнь. Там же они и умирают. Все это одни из немногих организмов на Земле, не зависящих от энергии солнечного света. Поэтому, когда солнце погаснет, жизнь на Земле еще какое-то время продолжится, но уже глубоко под водой. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз. Кто сказал, что осень – это время для грусти? У героев нашего следующего сюжета плохого настроения просто не бывает. В гостях Казанского федерального университета артисты телешоу «Импровизация». Подробности смотри в сюжете. Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун – четырехтактный двигатель телешоу «Импровизация». Именно эти актеры приехали 30 октября в Казань, чтобы выступить на сцене концертного зала «Уникса». Я первый раз за все города, в которых мы были, могу сказать, что я обожаю этот город. Мне очень нравится Казань. Перед началом шоу состоялась пресс-конференция, на которой актеры ответили на вопросы журналистов. Телеканал «Универ ТВ» оказался единственным телевизионом СМИ на этом закрытом мероприятии. Впрочем, эта пресс-конференция едва ли ею являлась. Актеры решили не отдаляться от журналистов, они просто сели прямо на сцену и провели дружескую беседу. Вопросов задавали много, серьезно и не очень, но почти всегда они заканчивали шуткой. Я длинный. Почему именно? Меня всегда, всю жизнь, везде называли длинный, 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 рос, длинный. Вы тебе такие? Вы, слава богу, ребят. Я, конечно, его бы называли красивый. Красивый. Не-не-не, у него всегда был рост максимально устраивает. Импровизация – это комедийный проект от Comedy Club, главной особенностью которого состоит в том, что в нем нет сценария, нет никаких шпаргалок и заготовок, нет заранее придуманных шуток. Именно из-за этого телешоу-импровизация уникальна для российского телевидения и не имеет аналогов. Кроме этого, шоу проходит при участии зрителей. Нередко кому-нибудь из зрителей приходится оказаться на сцене. А вот уйти со сцены просто так не получится. Нужно сначала выпутаться из странной ситуации, желательно с юмором. Познакомьтесь с вашей коллегой, пожалуйста. Прекрасно. А можно... Здравствуйте. Важно отметить, что до этого актеры не выступали в Казани, поэтому был настоящий аншлаг. По значимости, это событие можно сравнить с галоконцертом фестиваля «День первокурсника», который прошел в этом же концертном зале 27 октября. Если вы пропустили это событие, то можете посмотреть его в записи на нашем телеканале. Олег Ашина, Роман Самарин, Универньюз. Вот и подошел к концу наш выпуск. С новостями тебя познакомила я, Анна Глазунова. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова